Беседа 21. Римлянам 12.4 Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Апостол употребил здесь то же сравнение, каким он пользовался в послании к Коринфянам, когда врачевал их от того же самого недуга. Сила этого врачевства велика и значения примера достаточно для того, чтобы избавить от болезни высокомерия. Почему, говорит он, ты думаешь о себе высоко, тогда как другой напротив принижает себя? Не все ли мы, большие и малые, составляем одно тело? А когда по отношению к голове мы одно тело, а по отношению друг к другу члены, то зачем ты отсекаешь себя высокомерием? Зачем стыдишься брата? Как он есть твой член, так и ты его член. И в этом отношении существует большая равночестность. Апостол предложил два достаточные довода, чтобы побудить слушателей и отложить высокомерие. Первый тот, что мы члены друг друга, не только малые для большого, но и большие для меньшего. А второй тот, что все мы составляем одно тело. Вернее же сказать, им представлено три довода, так как он доказал, что всем сообщено одно благодатное дарование. И так не думая о себе много. Ведь все, что ты получил, дано тебе от Бога, а не сам ты приобрел. По этой причине апостол, коснувшись духовных дарований, не сказал, что один получил больше, а другой меньше. А как назвал дарования? Различными. Он говорит, имея дарования, не больше и меньше, но различные. Что за дело, если не то же тебе вверено, когда ты принадлежишь к тому же телу? И апостол, начав говорить о даровании, заканчивает речь словами о милостыне, прилежании и заступничестве. И так как некоторые из римлян, как естественно, были добродетельны, но не имели даров пророчества, то апостол доказывает, что и быть добродетельным есть та же дар. Притом гораздо больше даров пророчества он доказал это в послании к Коринфянам. Поэтому он и говорит, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчества? Пророчествуй по мере веры. Так как он достаточно утешил слушателей, то желает побудить их к подвигам и сделать более ревностными, указывая на то, что и от них самим зависит получить больший или меньший дар, чтобы смирить гордых. Он утверждает, что дается это от Бога. Как, например, когда говорит, каждому Бог разделил в меру, по мере веры и по благодати данной нам. А чтобы поощрить беспечных, он присовокупляет, что первое основание полагают сами люди, как он утверждает в послании к Коринфянам, побуждая к тому и другому, когда говорит, ревнуете о дарованиях, показывает, что и они сами бывают причиной различия даруемого. А когда говорит, что все это действует один и тот же дух, раздавая каждому, как хочет, показывает, что получившие дар не должны им превозноситься. В обоих случаях апостол врачует не дух коринчен, как он поступает и здесь. И опять, поощряя к восстанию падших, и говорит, имеешь дар пророчества? Пророчествуй по мере веры. Хотя пророчество дается по благодати, но изливается не просто, а получая меру от принимающих. И течет настолько, насколько велик будет принесенный сосуд веры. Имеешь ли служение? Пребываешь в служении. Учитель ли в учении? Здесь служение взято в общем смысле. И апостолство называется служением. И всякое доброе духовное дело – служение. Конечно, это наименование употребляется и для значения частной деятельности. Но здесь сказано вообще. Если кто учит – учи. Заметь, как апостол не наблюдает строгого порядка, но малое ставит на первом месте, а великое – после, научая опять тому же самому. То есть не гордиться и не превозноситься. Увещатель ли – увещевая, раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. И это вид учения. Потом, показывая, что невелика польза держать добродетели, безнадлежащего соблюдения закона, присовокупляет. Раздаватель ли – раздавай. Деяния 13.15. Недостаточно того, чтобы подать, но должно делать это и с щедростью. Так и всегда это, разумеется, под словом простота. Ведь и Девы Еродивы имели Ильи, но не имели его в избытке. Почему и лишены были всего? Недовольно быть начальником, но надо бы начальствовать с усердием и готовностью. Недостаточно благотворить, но должно это делать нескудно, и без скорби, или лучше сказать, и не только без скорби, но еще и с весельем, и радостным духом, потому что ни одно и то же – не быть печальным и радоваться. То же самое с большим тщанием доказал Павел в послании к коринфянам. Побуждая их к щедрости, он говорил, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, щедро и пожнет. И научая, с каким расположением должно это делать, он присовокупляет. Не от скорби, не от нужды. В совершающем благотворение должно быть то и другое щедрость и веселое расположение. Зачем ты плачешь, подавая милостыню? Зачем скорбишь, оказывая милосердие? И тем лишаешься плода заслуг своих. Если ты скорбишь, то нет в тебе милосердия, но ты жесток и бесчеловечен. Ведь если ты сам скорбишь, то как можешь ободрить того, кто в горе? Приятно то, чтобы он не подозревал ничего дурного, а также и то, когда подаешь ему с радостью, потому что для людей ничто не представляется столь унизительным, как принимать что-нибудь от других, если только ты особенной веселостью не отвратишь подозрения и не покажешь, что сам получаешь больше, нежели даешь, что скорее роняешь, чем восстанавливаешь принимающего. Поэтому апостол и говорит, кто милует, с усердием благотвори, с радушием, кто с печальным лицом получает царскую власть, кто остается в унынии, получив прощение грехов. Итак, обращай внимание не на трату денег, но на пользу от этой траты. Если сеет или радуется, хотя и сеет в неизвестности на будущее, тем более должен радоваться возделывающий небо. Если ты и мало дал, но с радостью, то дал много, равным образом, если ты и много подал, но с прискорбием, то из многого сделал мало. Так две лепты вдовицы превзошли многие таланты, потому что ее расположение было исполнено щедрости. Скажешь, как может подавать с радушием тот, кто сам живет в крайней бедности и имеет во всем недостаток? Спроси вдовицу, у нее научишься, как это можно делать, и узнаешь, что не бедность создает затрудительные положения, но собственная воля, производит как это, так и все противоположное. Можно и в бедности быть великодушным и при богатстве малодушиствовать. Потому апостол требует при подаянии простоты, при благотворении радушия, при начальствовании усердия. Он желает, чтобы мы помогали нуждающимся не только деньгами, но и словами, делами, телесным трудом и всем прочим. И сперва упомянув о главном роде вспомоществования, учением и увещанием. Все это более необходимо, так как служит пищей душе. Потом уже переходит к воспоможению деньгами и всем иным. Затем, научая, как можно успеть в этих добродетелях, представляет их мать. Любовь. Именно говорит. Любовь, да будет непритворно. Отвращайтесь из зла, прилепляйтесь к добру. Если будешь иметь любовь, то не почувствуешь ни траты денег, ни телесного труда, ни тяжести учения, ни пота и служения, но все будешь переносить мужественно. Потребуется ли помочь ближнему телесными трудами, деньгами, словом или иным, чем? Как апостол требует ни одного только подаяния, но в простоте. Ни одного начальствования, но с усердием. Ни одной только милостыни, но с радушием. Так он не просто требует и любви, но любви непритворной, а такова истинная любовь. И если это будет, все прочее последует само собою. Ведь оказывающий милосердие, если оказывает его с радушием, дает себе самому. Начальствующий, если начальствует усердно, доставляет пользу себе самому. И подающий, если подает со щедростью, наделяет себя самого. А так как любовь бывает и в худых делах, например, любовь людей развратных, или думающих только о деньгах, и хищениях, или предающихся пьянству и перам, то апостол, очищая любовь от этого, и говорит, ненавидьте зло. И он не сказал, удаляйте зла, но ненавидьте его. И не просто ненавидьте, но весьма сильно ненавидьте. Так как многие, хотя и не делают зла, но имеют злые пожелания, то апостол и сказал, отвращайтесь с ненавистью. Он хочет, чтобы наши помышления были чисты, и чтобы мы имели в отношении к пороку полную вражду, ненависть и войну. Из того, что я сказал вам, говорит апостол, возлюбите друг друга. Не заключайте, что я предлагаю и в худых делах содействовать друг другу. Я предписываю вам совершенно противоположное. Чуждаться зла не только делом, но и расположением. И не только чуждаться такого расположения, но и совершенно отвращаться зла и ненавидеть его. Но апостол недовольствуется только этим, а требует упражнения в добродетели, говоря, прилепляйтесь к добру. Не сказал, делайте добро, но будьте расположены к нему. Это он выразил, повелев. Прилепляйтесь. Так Бог, собрегая мужа и жену, сказал да прилепится к жене своей. После того апостол излагает причины, по которым мы должны любить друг друга. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Вы братья, говорит апостол, и произошли из одной утробы. Уже и по этой причине правильно было бы, чтобы вы любили друг друга. Это и Моисей сказал дравшимся египтянам. Вы братья, для чего же обижаете друг друга? И апостол, когда ведет речь о внешних и говорит, если можно, то будьте в мире со всеми человеками. Когда же рассуждает о своих, говорит, братолюбие друг между вами, да, пребывает. Так требует, чтобы они не ссорились, не ненавидели, не отвращались друг друга, а здесь повелевает любить друг друга, и не просто любить, но любить сильно. Любовь, говорит, он должна быть не только непритворная, но крепкая, горячая, пламенная. Что пользуешься и любишь, хотя искренне, однако же не горячо? Потому апостол сказал, любите друг друга с нежностью, то есть горячо. Не жди, чтобы другой проявил тебе любовь, но сам стремись к нему и начни первый, так как тогда ты приобретешь награды за его любовь. 761. Показав причину, по которой мы обязаны любить друг друга, апостол объясняет, как любовь наша может сделаться непоколебимой, почему и присовокупляет. В почтительности предупреждайте друг друга. Таким-то образом любовь возникает и поддерживается, и ничто не приобретает нам столько друзей, как старание превзойти ближнего почтительностью. От этого возрастает не только любовь, но и честь. Как описанное выше происходит от любви, так любовь от чести, а равное и честь от любви. Потом, чтобы мы оказывали не только уважение, апостол требует еще и другого, большего, говоря, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И то рождает любовь, когда вместе с почтительностью мы оказываем и услуги, потому что ничто так не заставляет любить, как почтение и попечительность. Недостаточно любить, но нужно иметь и это. А лучше сказать, и это происходит от любви. Равно как и любовь, от этого разгорается. Вообще одно подкрепляет другое. Многие, хотя сердечно друг друга, любят, однако же не подают руки помощи. Потому апостол отовсюду укрепляет любовь. А как мы можем быть в чании неленивы, духом пламенейте? Ты замечаешь, что апостол во всем требует усиления. Он сказал, не только подавайтесь, но нескудно, не только начальствуйте, но с усердием, не только совершайте дела милосердия, но с радостью, не только будьте почтительны, но предупреждайте в почтении других, не только любите, но любите непритворно, не только воздерживайтесь от зла, но ненавидьте его, не только держитесь доброго, но прикрепляйтесь к нему, не только будьте дружелюбны, но с нежностью, не только будьте тщательны, но неослабны, не только имейте дух, но пламенейте духом, То есть будьте ревностны и возбужденны. Если ты будешь иметь все теперь исчисленное, то привлечешь духа. И если пребудет в тебе дух, то сделает тебя усерднее ко всему исчисленному. Когда же воспламенен будешь духом и любовью, тогда все сделается для тебя легким. Неужели ты не знаешь, насколько ужасны для всех валы, когда они имеют на спине огонь? Так и ты сделаешься нестерпимым для дьявола, если возьмешь оба эти пламени. Господу служите! Посредством всего этого возможно служить Богу. Все, что бы ты ни делал для брата, восходит к владыке твоему. И он, как бы сам, получив от тебя благодеяние, вознаграждает тебя за это. Замечаешь ли, куда апостол направил помыслы исполняющего это? Показав, как может возгореть огонь духа, апостол говорит, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Все это служит для воспламенения того огня. И так как апостол требовал уже денежных издержек, телесных трудов, покровительства, усердия, учения и других подвигов, то вместе с любовью и духом поощряет еще подвижника надеждою. Ничто так не делает душу мужественную и на все готовой, как добрая надежда. Между тем, до получения ожидаемых благ, апостол дает другую награду. Так как надежда касается будущего, то говорит он, в бедствии будьте терпеливы. Прежде будущих благ, в настоящей жизни ты пожнешь великий плод от бедствии, сделаешься терпеливым и опытным. Сверх того апостол представляет и другую помощь, говоря, в молитве пребывайте. Итак, когда любовь доставляет тебе удобство, дух вспомоществует, надежда облегчает, бедствие делает тебя опытным и способным переносить все мужественно. Когда сверх того ты имеешь и другое сильнейшее оружие – молитву и помощь, и спрашиваемую по молитве. Тогда что останется трудным в исполнении заповедей? Ничего. Видишь ли, как апостол отовсюду утвердил подвижника и доказал, что заповеди его весьма легкие. Заметь также, что опять он начинает говорить о милостыне, и не просто о милостыне, но о милостыне святым. Выше сказал, милые, с добрым изволением. Он отверз руку для всех. А здесь он говорит, конечно, о верующих. Почему и добавляет, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Не сказал, помогайте святым в нуждах, но принимайте участие в их нуждах, показывая, что они более получают, нежели дают, и что это дело есть купля, так как есть общение. Ты даешь деньги, а они дают тебе дерзновение перед Богом. Страннолюбие, держитесь. Не сказал апостол, будьте странноприимны, но ревнуйте о странноприимстве, научая нас, чтобы мы не ожидали, когда нуждающиеся придут к нам, но сами бежали к ним и догоняли их. Так поступал Авраам. Целый день провел он, выжидая этого прекрасного лова. И увидев, вскочил, побежал навстречу, поклонился до земли и сказал, Господа, если я обрел благодать перед тобою, не именуй раба твоего. Он не сделал так, как мы, которые, как скоро увидим странника или нищего, поднимаем брови и не хотим удостоить их даже словом. А если склоненные бесчисленными просьбами мы прикажем слугам подать небольшую монету, то думаем, что с нашей стороны выполнено все должное. Не так поступил Авраам, но представлял из себя просителя и слугу, хотя не знал, кого примет у себя. А мы ясно знаем, что принимаем у себя Христа, однако же не делаемся вследствие этого кроткими. Авраам зовет, просит, кланяется, а мы оскорбляем приходящих к нам. Авраам все исправляет сам с женою, а мы не хотим заставить слуг. Если угодно тебе посмотреть на самые угощения, предложенные Авраамом, то и здесь увидишь великую щедрость, состоявшую не в обилии предложенного, но в богатстве усердия. Сколько было тогда людей достаточных, но ни один не сделал ничего подобного. Сколько было вдовицы земли израильской, но ни одна не приняла в дом свой Илью. Сколько опять было достаточных людей и при Лисее. Но одна самамитянка пожала плод странно приимства, подобно Аврааму, который отличался в свое время щедростью и усердием. Особенно же заслуживает удивление то, что он совершил это, не зная, кто были пришедшие к нему. Так и ты. Не любопытствуй, потому что принимаешь ради Христа. А если всякий раз будешь допытываться, то часто будешь проходить и мимо человека достойного, и лишишься следовавшей за то награды. Между тем, принимающий и недостойного не делается виновным, но имеет свою награду. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка. А кто от неуместного любопытства обходит человека достойного удивления, тот навлекает на себя наказание. Итак, не любопытствуй о жизни и делах. Ведь за один кусок хлеба подвергать обследованию целую жизнь – это признак крайнего тщеславия. Если бы он был убийцей, разбойником или подобным тому, неужели, по твоему мнению, он не стоит куска хлеба и немногих монет? Господь твой для него повелевает сиять солнцу, а ты считаешь его не стоящим дневного пропитания. Но я скажу тебе еще больше, хотя бы ты хорошо знал, что он исполнен бесчисленных зол, и тогда ты не будешь иметь оправдания, если лишишь его дневного пропитания. Ты раб того, кто сказал. Не знаете, какого вы духа. Ты слуга того, кто оказывал услуги метавшим в него камнями, или лучше сказать, кто за них распят. Не говори мне, что он убил человека. Если он намеревается убить и тебя самого, и в таком случае не презирай его, когда он голоден. Ведь ты ученик того, кто желал спасения распявшим его. Кто даже на кресте говорил, отче, отпусти им, не ведает, что творят. Ты раб того, кто оказал услугу ударившему его, увенчал поносившего его даже на кресте. Может ли что-нибудь с этим сравниться? Ведь сначала оба разбойника поносили его, несмотря на то, одному из них он отверз рай. Он плачет о тех, которые намереваются убить его, беспокоятся и смущаются, видя предателя. Не потому что сам будет распят, но потому что тот погибнет. Смущается, потому что предвидит удавление, а за удавлением наказание. Зная лукавство Иуды, он до последнего часа терпел его и не отринул, но целовал предателя. Твой владыка целует, допускает прикоснуться к устам своим того, кто вскоре имел пролить честную кровь его. А ты, нищего, не удостаиваешь и куска хлеба, не уважаешь закона, дарованного Христом. Ведь этими действиями он доказал, что не должно отвращаться не только нищих, но и тех, которые ведут нас на смерть. Итак, не говори мне, что такой-то человек причинил тебе зло, но подумай, что сделал Христос перед самым крестом посредством целования, которым предал его Иуда, желая исправить предателя. И смотри, какой стыд должно бы привести его это целование. Христос сказал Иуда, лапзанем ли предаешь сына человеческого? Кого бы не смягчил, кого бы не тронул этот голос, какого зверя, какой адамант, но он не смягчил того несчастного. Потому не говори, что такой-то убил такого-то, и вследствие этого я отвращаюсь его. И если кто хочет пронзить тебя мечом, погрузить руку в гортань твою, ты поцелуй эту руку. Потому что Христос облабызал уста, причинившая ему смерть. 765. И ты не подвергай ненависти, но слезами и милосердием воздавай злоумышляющими, потому что такой заслуживает нашего сожаления и слез. Ведь мы рабы того, кто целовал предателя. Я никогда не перестану повторять это. Кто произнес слова нежнее самого целования? Господь не сказал Иуде скверный, вселукавый предатель, такую ли ты воздаешь нам награду за столько благодеяний? На что говорит он Иуде? То есть Иуда называет его по имени, что свойственно более сожалеющему и призывающему, чем гневающемуся. Он не сказал также, предаешь своего учителя, владыку и благодетеля, но, говорит, предаешь сына человеческому. Хотя бы я и не был твоим учителем и владыкою, но можно ли предавать того, кто расположен тебе так милостиво и искренне, кто целует тебя во время предательства, что целование, когда служит знаком предательства? Благословен ты, Господи! Какого смирения, какого незлобия ты показал нам пример! Так поступил Христос с Иудою, а в отношении к тем, которые пришли с рикольем и мечами, он поступил иначе. И что может быть скромнее сказанного им Господом? Имея возможность сразу всех их истребить, он не сделал ничего подобного, но вступает в разговор, чтобы пробудить в них стыд, и говорит, как на разбойника вышли меня с кольями и оружием. Повершив их перед собой на землю, когда они лежали без чувств, он добровольно предал опять себя и спокойно взирал, как они возлагали узы на святые руки, хотя мог все мгновенно поколебать и не спровергнуть. А ты, и после этого жестоко обходишься с нищим, если бы он был виновен в бесчисленных преступлениях, то достаточно его бедности и голода, чтобы смягчить твою душу, если она не слишком огрубела. А ты стоишь, как зверь, уподобляясь гневом льву, но и львы никогда не могут вкушать мертвых тел, а ты, видя человека, истомленного множеством зол, наступаешь на лежащего, тердаешь его тело обидами, присоединяешь бурю к буре, и прибегшего к пристани ударяешь об утес и подвергаешь крушению, которое ужаснее морского. И как скажешь Богу, помилуй меня? Просишь себе отпущения грехов, а сам обижаешь человека, который ни в чем не погрешил, против тебя, осуждаешь за то, что он терпит голод и нужду, и превосходишь всяких зверей своей жестокостью. Звери, когда понуждают их голод, кидаются на обычную свою пищу, а ты без всякого понуждения необходимости пожираешь брата, грызешь, терзаешь его не зубами, но словами, которые язвительнее всякого укушения. Как же ты совершишь святое приношение, когда гортань твоя обогрена кровью человеческой? Как произнесешь слово мира устами, которые полны вражды? Как будешь есть чувственную пищу, когда ты собираешь столько яда? Ты не помогаешь бедному? Зачем же тебе ее угнетать? Не поднимаешь лежащего? Для чего же низвергаешь? Не избавляешь от печали? Зачем же огорчаешь? Не даешь денег? Для чего же оскорбляешь словами? Неужели ты не слышал, какому наказанию подвергаются и на какие мучения осуждаются те, которые не кормят нищих? Им будет сказано, идите в огонь уготованный дьяволу и ангелам его. Если так осуждаются те, которые не кормят нищих, то какому подвергнутся наказанию те, которые не только не кормят, но еще оскорбляют? Какому они подлежат мучения и какой гиене? Итак, чтобы не возжечь против себя столько зол, уврачуем этот злой недуг, пока имеем власть и обуздаем свой язык. Не только не станем оскорблять нищих, но будем утешать их и словом, и делом, чтобы уготовать себе многое милосердия и получить обитованные нам блага, достигнуть которых додарует Бог всем нам благодати и человеколюбием.